Киви – это плод травянистой лозы, которая называется китайской актинидей. Ботаники уверяют, что киви – это самая настоящая ягода, но в обществе принято называть киви фруктом. Впервые киви появился в Китае, имел очень маленькие и очень кислые плоды, до тех пор, пока селекционер из Новой Зеландии не вывел пушистые сладкие фрукты, которые мы с удовольствием лопаем до сих пор. Именно этот селекционер и назвал плод киви, из-за сходства с маленькой птичкой, с таким же названием. Это символ Новой Зеландии, который имеет такое же круглое и пушистое тельце. Киви – это один из самых популярных тропических фруктов и уступает первенству только ананасу. Он производится в основном в Италии и Новой Зеландии и популярен во всем мире не только благодаря своему уникальному вкусу, но и из-за полезных свойств. Каких именно? Этот вопрос мы разберем в этом ролике. Общая польза этого фрукта для организма просто огромна. Мы выделили аж 15 факторов, из-за которых киви нужно обязательно включить в свой рацион. Очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Киви содержит калий для разжижения крови и профилактики тромбоза, снижает давление на кровеносную систему, понижает уровень триглицеридов и содержит квертицин. Он снижает риск инфаркта и инсульта. Защита от рака. Этот фрукт насыщен витамином С, который помогает бороться со свободными радикалами и защищает от рака кожи. Всего одного киви в день хватит, чтобы на 77% удовлетворить потребность витамине С. В киви находится еще больше этого вещества, чем в лимоне и апельсине вместе взятых. Киви помогает при кашле и боли в горле. Благодаря витамину С киви успокаивает дыхание, снимает воспаление и убирает симптомы ОРВИ. Если каждый день кушать киви, можно полностью избавиться от заложенности носа, даже без медикаментов. Также важно, что из-за его употребления проходит отдышка и хронический кашель. Защита от дегенерации желтых пятен в глазах. В киви содержатся масла лютеина и витамина А, которые поддерживают наши глаза здоровыми. Обеспечивает хорошее настроение. В киви содержится серотонин, который улучшает функции памяти и поднимает настроение. Также интересно, что киви помогает бороться с депрессиями и улучшает качество вашего сна на 15%. Это научно доказанный факт. Поддерживает кости здоровыми и крепкими. Это свойство гарантируется благодаря кальцию и витамину К, которые также есть в киви. Остеопороз, риск переломов и травм опорно-двигательного аппарата существенно уменьшается у тех, кто регулярно кушает волосатый фрукт. Дает противогрибковый эффект и борется с бактериями. Защищает структуру человеческого ДНК. Киви защищает нашу ДНК благодаря фитонутриентам. Это соединение со свойствами антиоксидантов. Улучшает работу иммунитета благодаря витамину С, Е и повышению количества Т-клеток в организме. Восстанавливает PH. Это свойство помогает избавить вас от тошноты и дискомфорта в желудке, омолодить кожу и укрепить иммунную систему. Очень полезен для почек. Калий, который содержится в плодах киви, снижает вероятность накопления солей в почках, защищает их от образования камней и помогает фильтровать продукты жизнедеятельности. Способствует усвоению белка. Если в организме не хватает ферментов, расщепляющих белок, он плохо усваивается и страдают все функции организма. Киви содержит протеазные ферменты, которые сделают ваш организм полностью защищенным от этой проблемы. Защищает от седых волос. В киви содержится множество меди, которое предотвращает поседение и поддерживает естественный цвет волос. Если вы с детства кушаете киви регулярно, риска посидеть в 25 лет не будет. Борьба с акне и прыщами. Благодаря своим противовоспалительным свойствам киви поможет справиться с прыщами, устранить очаги воспаления и очистить поры. При этом киви можно как употреблять вовнутрь, так и делать из него маски для лица. Антивозрастной эффект. Полезные микроэлементы из состава киви замедляют процесс старения организма и появления мелких морщин. А витамин Е делает кожу более увлажненной, восстанавливает ее клетки и делает вас немного моложе. Польза киви для женщин. Для женщин киви представляет интерес прежде всего с эстетической точки зрения. Он поддерживает молодость кожи и волос, вырабатывает коллаген и быстро заживляет ранки на коже. Маска или кашица из киви для лица помогает улучшить сон и придать коже тонус. А если кушать киви каждый день, можно увеличить эффективность и качество сна. И это тоже скажется на женской красоте. Часто киви используется для лечения бесплодия. Врачи рекомендуют добавлять этот продукт в рацион, поскольку он богат фолиевой кислотой. Помните, что фолаты разрушаются при обработке пищи, поэтому лучше всего будет кушать именно свежие плоды киви. Польза киви для мужчин. С точки зрения мужчины, киви интересен высоким содержанием цинка в своем составе. Это мощный антиоксидант, который защищает сперму от вредящих свободных радикалов. Ученые доказали, что мужчины с высоким содержанием цинка в организме имеют лучшие сперматозоиды, что сказывается на процессе зачатия. Вместе с фолиевой кислотой и цинком количество сперматозоидов увеличивается на 50%, если кушать киви ежедневно. Кроме этого, спортсмены также часто кушают киви. Правильное питание с киви в рационе поможет насытить организм калием, отрегулировать водный баланс в организме и поддержать мышцы в функциональном состоянии. При беременности и лактации. При грудном вскармливании женщинам необходимо соблюдать требования по диете. Еда должна быть насыщена полезными микроэлементами для иммунитета и восстановления энергии. Все вещества и продукты, которые женщина употребляет, попадают в грудное молоко и желудок малыша. Киви – это продукт, который выводит токсины из организма и продукты распада. Но экзотический фрукт – это всегда аллерген, поэтому реакция у ребенка может быть непредсказуемой. Не рекомендуется кушать киви при язве, гастрите, болезнях почек и желудочно-кишечного тракта. Также необходимо помнить, что у ребенка могут возникнуть проблемы со стулом, так как киви имеет легкий слабительный эффект. А вот при беременности киви рекомендуется употреблять всем, у кого нет непереносимости к фрукту. Он насыщен полезными микроэлементами и витаминами и укрепляет иммунную систему организма будущей матери. Киви для детей. Магний, кальций, железо, натрий и целая гамма витаминов, которые содержатся в киви – это отличное подспорье для активного роста и развития ребенка. Всего одного фрукта в день хватит, чтобы удовлетворить суточную норму ребенка в витамине С, поэтому его иммунитет и способность заживлять раны будут работать на ура. Специалисты до сих пор спорят, с какого возраста детям можно употреблять киви. Одни утверждают, что с трех лет, другие говорят с пяти. Некоторые родители уже с шести месяцев начинают давать ребенку немного киви, но это может вызвать тяжелую аллергию и другие патологии. Поэтому в младенчестве лучше не экспериментировать. Польза киви в косметологии Киви – это отличный компонент для масок и других средств по уходу за кожей. К примеру, витамины С и Е нужны, чтобы омолодить кожу и укрепить ее структуру, а антиоксиданты восстанавливают регенерацию клеток и защищают от рака кожи. Киви помогает образованию коллагенов кожи головы, поэтому волосы начинают расти более здоровыми и интенсивными. А еще в косметологии делают разные омолаживающие маски для кожи и волос, лучшие из которых мы вам и представим. Чтобы сделать омолаживающую маску, необходимо размять пол банана и один киви, смешать фрукты и добавить две ложки сметаны. Наносим смесь на лицо, ждем 15 минут и смываем. После маски нужно нанести увлажняющий крем на лицо. Чтобы сделать отбеливающую маску, нужно размять один киви и добавить ложку зерен мака и ложку жирной сметаны. Наносим маску на лицо, после чего смываем теплой водой через 15 минут. Маска для жирной кожи готовится следующим образом. Взбиваем половину киви в блендере, параллельно разводим косметическую глину до сметанообразного состояния и добавляем в нее пюре из киви. Наносим на 15 минут и смываем теплой водой. Кожа будет влажной и приятной. Питательной маской для волос вы можете существенно улучшить состояние волос. Чтобы ее сделать, разминаем два киви до кашеобразного состояния. Наносим маску на волосы и надеваем шапочку на полчаса. Затем смываем маску теплой водой. Повторяем процедуру около одного раза в неделю. Если вы страдаете от сухих волос, можно воспользоваться другим рецептом. Добавляем два куриных желтка, две ложки репейного масла и две ложки меда. Перемешиваем и добавляем столовую ложку кашица из киви. Маску наносим на один час на влажные волосы, после чего моем голову шампунем. Повторяем до трех раз в неделю и эффект не заставит себя долго ждать. Польза киви в медицине. В медицине фрукты применяются особенно широко. Киви это фрукт с идеальным балансом полезных микроэлементов и калорий, поэтому в диетологии очень ценится. Он защищает организм от онкологии, сердечных заболеваний, стимулирует работу нервной системы, восстанавливает суставы и сжигает жир. Давайте обо всем по порядку. Киви при диабете. Это один из немногих фруктов, которые можно употреблять при диабете. Он нормализует уровень сахара и выводит из организма шлаки. Ученые утверждают, что диабет первого типа связан с нарушением окислительных реакций, а в киви находится очень много регулирующего витамина С. А диабетики зачастую испытывают жесткий дефицит этого микроэлемента. При диабете второго типа киви помогают защититься от повышения давления, атеросклероза и насытить тело полезным йодом. Разрешается в сутки кушать до двух плодов киви, либо пить сок из киви в этом же эквиваленте. А вот если вы страдаете острыми формами болезней почек и ЖКТ, кушать киви запрещается. Киви для кишечника. Из-за того, что киви помогает усваивать белки, желудок будет меньше нагружен и будет в большей безопасности. Этот фрукт помогает бороться с затрудненным стулом в качестве легкого слабительного и в целом позитивно сказывается на всей системе пищеварения. Киви при подагре. Содержание в киви витамина С позволяет нормализовать уровень мочевой кислоты в организме. При подагре нужно кушать свежие цельные фрукты, которые не только помогут в лечении этой болезни, но и предотвратят ее возникновение. Киви для печени. Если вы страдаете болезнями печени, киви поможет от них избавиться и защититься от повреждений. Витамин С является мощным антиоксидантом и помогает восстанавливать клетки печени, которые жизненно важны для фильтрации крови. Применение в кулинарии. Насыщенный яркий вкус киви идеально подойдет для сладких десертов. Из этого фрукта можно сделать интересные десерты, варенья, муссы и пироги. Мы приготовили для вас два самых ярких, на наш взгляд, рецепта. Киви в шоколаде. Праздничный деликатес. Берем три киви, 150 граммов черного шоколада, 80 граммов сливок и 2 столовые ложки кокосовой стружки. Для приготовления ломаем шоколад, вливаем в него сливки и топим на водяной бане без закипания массы. Одновременно очищаем киви от кожицы. Режем на большие куски. Затем вставляем палочку в киви и обмакиваем его в топленый шоколад. Для вкуса посыпаем стружкой кокоса или орешков по вкусу и подаем к столу в застывшем виде. Вкусный мармелад. Этот десерт можно кушать в чистом виде и добавлять в разные торты, пироги и другие десерты. Нам понадобится килограмм киви, килограмм сахара, пол лимона и желатин. Очищаем киви и нарезаем кубиками, после чего измельчаем до пюрообразного состояния при помощи блендера. Добавляем в смесь сахар, лимон и желатин. Затем необходимо поставить массу на огонь и мешать почаще. Варим в состоянии кипения около 8 минут, пока масса не начинает густеть. Затем разливаем в стерильные банки и ждем полного застывания. Как выбрать и хранить киви? При покупке нужно обязательно обратить внимание на твердость фрукта. Он должен быть умеренно мягким и иметь приятный нерезкий аромат. Хорошее киви будет покрыт нежесткими волосками, которые можно легко убрать. Пятна или выделение соков при нажатии говорит о том, что фрукт испорчен и покупать его не рекомендуется. Хранить фрукт лучше при низкой температуре около 0 градусов не более 30 дней. Можно поместить киви в пластиковые контейнеры и поставить в холодильник, но нужно обеспечить киви хороший воздухообмен, поэтому плотно закрывать контейнер не нужно. Польза киви. В первую очередь стоит обратить внимание на состав этого фрукта. Киви содержат витамины А, В, С, Д, Е, бета-каротин, полиевую кислоту, антиоксиданты, клетчатку, растительный белок, пектины, флавоноиды, органические кислоты. За счет содержащегося в нем калия, киви полезен для гипертоников, так как калий понижает кровяное давление. Всего один плод способен обеспечить организм человека дневной нормой витамины С. Один стакан сока из киви помогает поддерживать здоровье во время эпидемии гриппа и ОРВИ, повышая защиту организма. Киви способствует выводу холестерина, полезен при онкологических заболеваниях, помогает снять тяжесть с желудки. Микроэлементы, которые содержатся в киви, помогают человеку при гипертонии, укрепляя стенки сосудов, капилляров, и тем самым уменьшают вероятность возникновения атеросклероза и тромбоза. Киви обладает способностью выводить соли из организма, что предотвращает возникновение камней в почках. Так как в киви содержится мало сахара, намного меньше, чем в большинстве фруктов, он рекомендован диабетикам. Также врачи рекомендуют ехать киви во время гинекологических заболеваний и при климаксе. В этом экзотическом фрукте содержится много энзимов, которые ускоряют сжигание жиров. Так что киви можно рекомендовать всем, кто мечтает о стройной фигуре. Помимо сжигания жиров, он еще и сам по себе является диетическим продуктом. Желательно съедать киви в качестве перекуса или за полчаса до приема пищи, не более трех штук в день. Киви полезен не только при внутреннем употреблении. Из кожуры можно сделать маску для лица, которая будет обладать тонизирующим, увлажняющим и омолаживающим свойствами. Также киви помогает ухаживать за лицом и шеей. Распространены творожно-фруктовые маски, главным ингредиентом в которых помимо творога выступает как раз этот фрукт. Замечено, что употребление киви замедляет процесс сведения волос. Противопоказания. Нельзя употреблять киви, если у вас аллергия на цитрусовые. Большое количество витамина С вызовет сильную аллергическую реакцию на этот экзотический фрукт, который сопровождается астоматической одышкой, терматозом глотки, отеком языка. Киви противопоказан больным гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, людям имеющим язву желудка. Так как киви содержит много воды и нагружает выделительную систему, то его не стоит употреблять при заболеваниях почек. Также киви противопоказан людям с клоном диареи, так как он обладает слабительным эффектом. Знаете ли вы, что киви является одним из самых богатых витамином С продуктов? Это правда. Фактически всего 100 грамм киви обеспечивают организм человека на 155% от суточной нормы потребления витамина С. Полезные фитонутриенты, присутствующие в киви, в сочетании с содержащимися в нем витаминами и минералами, делают киви чуть ли не самым полезным фруктом. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете ответы на самые популярные вопросы. Такие как, чем полезен киви? Можно ли есть киви с кожурой? Можно ли есть киви натощак? Сколько можно есть киви детям? Полезен ли сушеный киви? И стоит ли есть цукаты? Итак, в чем же польза киви для здоровья? Киви содержит множество антиоксидантов и более 20 жизненно важных питательных веществ. Эта ягода имеет низкое содержание калорий, но одновременно дает много энергии. Что делает киви просто отличным вариантом для пытающихся похудеть. К примеру, содержание витамина Е в два раза больше, чем в авокадо, и при этом в киви почти в половину меньше калорий. В киви содержится большое количество витамина А, который отлично влияет на развитие кожи, костей и зубов, а также защищает зрение. Медь в киви особенно полезна для детей. Она поддерживает здоровое развитие младенцев, особенно в области роста костей и развития мозга, а также для формирования здоровых эритроцитов, но и создания иммунитета против болезней. Киви улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Употребление всего одного киви в день может обеспечить более низкий риск возникновения инсульта, образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Калий в этой ягоде помогает снизить кровяное давление и является, по сути, сосудорасширяющим средством, расслабляющим кровеносные сосуды по всему организму. Клетчатка, которая присутствует в киви, также очень полезна для здоровья сердца наряду с витамином К, который способен предотвратить накопление кальция в артериях и, следовательно, способен снизить риск возникновения инфарктов. Киви является также одним из немногих продуктов, богатых витамином В6, который поддерживает иммунную систему. В6 особенно важен для беременных и кормящих грудью. Одной из причин, по которой киви считается суперпродуктом, является наличие в нем большого количества антиоксидантов, способных бороться со свободными радикалами. В одном из исследований, проведенных в 2011 году, киви был включен в обычный рацион питания испытуемых. Было выявлено, что при употреблении 1-2 желтых киви в день отмечается заметное снижение внутреннего окислительного повреждения. Плоды и корни киви оказывают ингибирующее действие на рост раковых клеток печени, легких и толстой кишки человека. Вот почему эта ягода является одним из лучших природных продуктов для борьбы с раком. Киви также противодействует старению и улучшает здоровье кожи. Коллаген – самый распространенный белок в наших организмах, он же строительный белок, который поддерживает кожу, мышцы, кости и сухожилия. Он разрушается по мере старения и зависит от витамина С, который, как мы знаем, содержится в киви в большом количестве. Согласно исследованию, опубликованному в одном научном журнале, полисахариды в этих плодах имеют возможность удвоить синтез коллагена в нашем организме по сравнению с обычным состоянием, когда эта активность уменьшается с возрастом. Сколько нужно есть киви в день для оптимального здоровья? В шестинедельном исследовании участвовали 54 здоровых молодых студента. Их разделили на две группы. Одна группа ежедневно съедала половину киви, а другая ежедневно употребляла целых два плода. Предыдущие исследования показали, что употребление в пищу половины киви ежедневно увеличивает уровень витамина С у людей, которые обычно не едят много фруктов и овощей. Однако это новое исследование показало, что для полного насыщения плазмы необходимо два киви. Участники, употребляющие два киви в день, испытали меньше усталости и депрессии и получили больше энергии, чем участники, употреблявшие всего половину киви в день. Отсюда можно сделать вывод. Норма употребления – два киви в день. Это является оптимальным количеством. А теперь ответы на популярные вопросы. Можно ли есть киви с кожурой? Да, конечно можно. Кожура киви содержит массу антиоксидантов и веществ, обладающих антисептическими свойствами. Только перед употреблением необходимо тщательно помыть фрукт с целью удаления возможных химикатов, которые используются при выращивании. Можно ли есть киви натощак? При отсутствии заболеваний со стороны ротовой полости, пищевода и желудка киви можно есть утром на голодный желудок. Но при наличии гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки киви противопоказан натощак. Сколько можно есть киви детям? Фрукт следует вводить в рацион, начиная с 3 лет. 1 четвертая часть 1 раз в неделю. С 7 лет 1 вторая плода. С 10 лет 1 фрукт в неделю. С 14 лет до 1 киви в день. Полезен ли сушеный киви? Да, конечно полезен. Сушеный киви применяется для облегчения заболеваний пищеварительного аппарата и для улучшения кожных покровов. Единственный минус – это крайне высокое содержание сахара, что является противопоказанием при наличии сахарного диабета или ожирения. Стоит ли есть цукаты? Нет, определенно нет. Цукаты киви отличаются высоким содержанием сахара, что само по себе вредно, а также является противопоказанием при наличии избыточного веса, но или опять же при нарушениях гликемического фона. Подведем итог. Всего 100 грамм киви обеспечивают суточную потребность организма в витамине С. Польза киви для организма человека включает снабжение тела мощными антиоксидантами, противодействует старению, улучшает здоровье кожи и органов дыхания, защищает зрение и предотвращает заболевания глаз. А также киви помогает в борьбе с раком и с различными патогенами. По мнению ученых, регулярное употребление киви связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых осложнений, улучшением работы пищеварительной системы, укреплением иммунитета и профилактикой потери зрения. В состав киви входит множество питательных веществ, в том числе антиоксиданты, клетчатка. Экзотический плод киви славится своим содержанием витамина С. Но есть ли от него вред, узнаем у экспертов. История появления киви в питании. Киви это плоды травянистой лозы, которая носит название актинидия китайская. Ботанические киви считаются ягодами, но большинство все же называют их фруктами. Лиана родом из Китая, изначально имела кислые и очень мелкие плоды. Их называли китайским кружевником. В начале 20 века один садовод привез киви в Новую Зеландию. Он занялся селекцией и всего через 30 лет получил пушистые, сладкие и сочные киви, какие мы знаем и сейчас. Название этим плодам дал тот же садовод, за их сходство с одноименной птицей киви. Она является символом Новой Зеландии, имеет круглое и пушистое тело, чем-то похожее на плоды актинидии. По популярности киви занимает второе место из всех тропических фруктов на первом ананас. Основным поставщиком киви сейчас является Новая Зеландия и Италия. Польза киви. В киви содержится фермент актинидин. Он расщепляет белки, облегчая переваривание пищи. Помимо актинидина, пищеварению помогают кислоты из киви. Это особенно важно при недостаточной выработке соляной кислоты в желудке. В китайской медицине киви применяется именно для улучшения пищеварения, а также для снижения вероятности образования камней в почках. Киви рекордсмен по наличию витамина С, он уступил пальму первенства только черной смородине. Всего в 100 грамм свежего киви содержится 4-х кратная суточная потребность человека в витамине С. Он укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями. Также при употреблении киви наблюдается разжижение крови, а значит, риск тромбозов будет меньше. Калий в составе этих плодов снижает кровяное давление, контролируя гипертонию. Киви полезен не только для питания. Воздействие органических кислот из киви на кожу таково, что пигментация становится меньше, а сама кожа потягивается. Уменьшаются морщины и шелушение кожи. Вред киви. Киви очень сильный аллерген для некоторых людей, включая детей и беременных. Этот фрукт лучше не давать маленьким детям и включать в рацион в более позднем возрасте и аккуратно. Также киви содержат много кислот, которые могут вызвать дерматит и повредить зубную эмаль. Можно уменьшить их воздействие, если после употребления киви прополоскать рот водой, советует гастроэнтеролог Ольга Аришева. Применение киви в медицине. За счет большого количества фруктовых кислот и антиоксидантов киви известен в косметологии, как ингредиент пилингов, масок. Киви очищает кожу и помогает удалить отмершие частички. Также этот фрукт в своем составе имеет природный коллаген, что помогает потягивать и омолаживать кожу. Киви содержит актинидин вещество, улучшающее всасывание белков. Поэтому киви или его экстракт рекомендует для улучшения пищеварения, особенно после употребления большого количества мяса или молочных продуктов. Также доказано, что киви может служить природной альтернативой аспирину, разжижающему кровь. Киви снижает риск образования тромбов, что полезно при заболеваниях сердца и сосудов. Применение киви в кулинарии. Киви благодаря своему яркому вкусу, одновременно напоминающему несколько фруктов, отлично подходит для сладких блюд. Из него делают желе, пироги, варенье, муссы. Киви в шоколаде. Праздничное и полезное лакомство. Можно вставить в кружочки киви палочки, отмороженого или шпажки, чтобы было удобнее есть. Как выбрать и хранить киви. Зрелый киви упругий, но мягкий, кожица не сморщена и без трещинок. Если плод слишком мягок, есть влажные пятна, значит киви перезрел и начал портиться. Твердый фрукт напротив еще не дозрел. На таком этапе он кислый и невкусный. Киви не относится к долго хранящимся фруктам. При комнатной температуре спелый киви может испортиться, уже за 5 дней. Продлить срок хранения можно в холодильнике. Перед этим фрукты не нужно мыть, тогда они пролежат около двух недель. Можно покупать еще зеленые киви, они не будут портиться пару месяцев в холодильнике. А перед употреблением можно дать им дозреть завернуть в бумажный пакет вместе с яблоками, или бананами и оставить на несколько дней в комнате. Этилен, который выделяют другие фрукты, ускорит созревание. Полезные свойства киви прежде всего обусловлены высоким содержанием антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, замедляют процессы хронического воспаления в организме, защищают клетки от повреждений, продлевают молодость и активность организма. Киви считается одним из чемпионов. По содержанию витамина С всего одна порция, 100 граммов содержит количество витамина, которое вдвое превышает суточную потребность взрослого человека. Витамин С важен для правильной работы иммунитета, сердечно-сосудистой системы, мозга, поддерживает состояние кожи, здоровье и десен и органов зрения. Фолиевая кислота восстанавливает иммунитет, поддерживает работу сердца и сосудов, обеспечивает процесс образования клеток крови, принимает участие в синтезе важных аминокислот и имеет особое значение для женщин во время беременности. Витамины группы В жизненно необходимы для организма вещества, которые участвуют в метаболических процессах и образовании энергии. Важны для работы сердечно-сосудистой и нервной систем, ЖКТ, состояние кожи. Витамин К, его основная функция, регулирование свертывания крови. Кроме этого, витамин участвует в усваивании кальция из пищи, что способствует формированию и поддержанию здоровых костей. Кремний необходим для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос и ногтей. Медь способствует образованию коллагена, всасыванию железа и играет важную роль в производстве энергии. Кобальт регулирует многие процессы нервной системы, нормализует обмен веществ. Кроме этого, киви содержит фермент актинидин, который способствует расщеплению белков и помогает организму правильно переваривать пищу. А благодаря достаточно высокому содержанию пищевых волокон киви, способствует здоровью ЖКТ, улучшению работы кишечника, профилактике некоторых заболеваний пищеварительной системы, например, синдрома раздраженного кишечника, рака толстой кишки, снижению веса. Может ли киви нанести вред организму? Любой продукт при его избытке может быть вреден для организма. Я придерживаюсь мнения, что человеку генетически ближе продукты, которые выращиваются поблизости. Киви относятся к тропическим плодам, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Если вы склонны к аллергии, то нужно быть аккуратным с любым новым продуктом. Кроме того, киви содержит достаточно много кислот и может оказывать негативное воздействие на зубную эмаль, поэтому врачи советуют прополоскать рот водой после того, как вы съели киви. Также эти плоды не рекомендуются во время обострения заболеваний ЖКТ. В какое время дня лучше есть киви? Киви – это ягода, хоть и с относительно небольшим гликемическим индексом. Я бы рекомендовала есть киви как десерт, например, через 1015 минут после завтрака или обеда. Не более двух штук в день. Можно ли давать киви детям? В рацион детей я бы рекомендовала вводить экзотические фрукты, не ранее года, когда более-менее сформирован ЖКТ, микробиом. Как правило, в это время родители уже видят, склонен ли ребенок к аллергическим реакциям. Если к этому моменту пищевая аллергия уже проявлялась, тропические плоды, в том числе киви, стоит включать в рацион после трех лет и с осторожностью. Как полезнее всего есть киви? Полезнее всего есть киви в свежем виде и как десерт. Еще один хороший вариант – добавлять плод во фруктовые салаты. Варенье, джемы и компоты – из киви – это не самый удачный выбор с точки зрения питательных свойств. Дело в том, что при любой температурной обработке теряется много полезных веществ, в частности витамин С разрушается практически на 50%. Преимущественно овощной смузи с добавлением киви, например со шпинатом и огурцом, неплохой вариант для перекуса. Можно добавить в смузи растительный белок, гороховый, конопляный и другие. Благодаря этому состав станет более сбалансированным, а напиток даст более долгое чувство сытости. Но к таким перекусам нужно с осторожностью относиться тем, у кого диагностированы заболевания ЖКТ, в первую очередь заболевания поджелудочной железы. Маринад для шашлыка на основе киви точно сделает мясо мягким и нежным. Но нужно помнить, что злоупотреблять мясом, приготовленным на открытом огне, все же не стоит. Поджаристая корочка хоть и выглядит аппетитно, но является продуктом гликации и активизирует процессы старения в организме. Неплохо добавлять киви в салат с овощами и птицей, курица, индейка. Однако при этом стоит воздержаться от жирных соусов и помнить о правильном балансе жиров, белков и углеводов. Не будем забывать о том, что наша конечная цель быть здоровыми, а не просто вкусно поесть. Как выбрать киви? Шкурка качественных плодов будет гладкой и ровной, без вмятин или видимых повреждений. Если кожу слегка потереть, шерстинки должны скатываться, но не сниматься вместе с кожицей. Чтобы выбрать спелые плоды, слегка надавите на шкурку, если мякоть прогнется, не очень сильно, но заметно, и при этом на кожице не останется вмятин, киви можно покупать. Если кожица легко проминается, а под ней прощупываются пустоты, то скорее всего плод перезрелый. Если же плод очень твердый, высока вероятность купить недозрелый продукт. В этом случае киви можно поддержать, 35 дней при комнатной температуре за это время, плоды дозреют. Как хранить киви? В овощном отсеке холодильника спелые киви могут храниться не больше двух недель. Если же плод стал мягким, съесть его стоит в течение двух дней. Киви полезен для сердца. При регулярном употреблении плодов киви, вещества, содержащиеся во фрукте, помогают защищать сердце от различных повреждений. Этот фрукт содержит калий, который, как известно, помогает в процессах разжижения крови и удаления сгустков, что в конечном итоге снижает давление на кровеносные сосуды. Второе полезное свойство киви предупреждает развитие онкологии. Рак – это ужасное заболевание и выражение профилактика лучше лечения, как нельзя кстати относительно этой болезни. Киви может понизить уровень риска возникновения онкологии. Фрукт богат витамином С, который помогает организму бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки кожного покрова, что может спровоцировать рак кожи. Одного киви будет достаточно, чтобы удовлетворить 77% в дневной потребности витамина С. На самом деле, киви содержит больше витамина С, чем апельсин и лимон вместе взятые. Кроме этого, киви может помочь предупредить рак толстой кишки. Мякоть этого восхитительного фрукта содержит растворимую клетчатку, которая способствует росту полезных бактерий в толстом кишечнике, снижая риск рака этого органа. Третье. Помогает при респираторных заболеваниях. Киви, благодаря наличию витамина С, является обязательным продуктом для тех, кто страдает респираторными заболеваниями. Фрукт успокаивает дыхательные пути и избавляет от симптомов болезни. При ежедневном употреблении киви в период болезни можно избавиться от хрипов и заложенности носа. При этом также проходит одышка и хронический кашель. Четвертое. Предотвращает дегенерацию желтого пятна. Исследования показали, что включение в рацион киви снижает риск дегенерации желтого пятна. Этот тропический фрукт богат витамином А, лютеином и антиоксидантами, поддерживающими здоровье глаз. Оптимальная концентрация этих веществ во фрукте делает его необходимым продуктом для профилактики болезни глаз, в том числе и дегенерации желтого пятна. Пятое. Улучшает настроение. Этот тропический фрукт отличается высоким содержанием серотонина, который способствует улучшению памяти, а также настроения. Регулярное потребление фрукта регулирует аппетит и улучшает сон. Кроме этого, киви – это отличный помощник в борьбе с депрессией. Исследование показало, что серотонин в киви повышает эффективность сна на 15%. Следовательно, киви может помочь при бессоннице. Шестое. Поддерживает здоровье костей. Тем людям, которые страдают слабостью и хрупкостью костей, следует включить в свой рацион киви. Этот фрукт богат витамином К и кальцием, минералами, необходимыми для здоровья костной ткани. Они также помогают снизить риск повреждения костей и возникновения остеопороза. Седьмое. Обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Семена киви помогают бороться с грибками и бактериями. Также стоит отметить, что мякоть некоторых сортов киви обладает теми же свойствами. Восьмое. Защищает ДНК. Плоды киви обладают удивительной силой. Они могут помочь защитить ДНК от повреждений. В них есть фитонутриенты, то есть соединения, которые придают этому великолепному фрукту особые антиоксидантные свойства. Кроме них, в киви содержатся флавоноиды и картиноиды, вещества, которые также помогают защитить ДНК от повреждений. Девятое. Укрепляет иммунитет. Витамин С, содержащийся в киви, помогает улучшить работу иммунной системы. Киви также содержит большое количество антиоксидантных соединений и витамины Е, которые помогают увеличить число Т-клеток в организме, что способствует укреплению иммунной системы. Десятое. Нормализует кислотно-щелочной баланс. Минералы, содержащиеся в киви, нейтрализуют избыточную кислотность в желудке, избавляют от дискомфорта и тошноты, состояния, которые, как правило, сопровождают эти нарушения. Кислотно-щелочной баланс способствует молодости кожи, хорошему сну и крепкой иммунной системе. Одиннадцатое. Поддерживает здоровье почек. Почки непрерывно фильтруют кровь, удаляя из нее отходы и обеспечивая ее чистоту. С годами количество нерастворимых отходов может накапливаться в них, вызывая закупорки и дискомфорт. При этом образовываются почечные камни, которые состоят из различных солей кальция. Калий, содержащийся в киви, помогает снижать вероятность накопления этой соли, следовательно, предупреждает образование камней. Двенадцатое. Полезен при анемии. Киви рекомендуют употреблять при анемии, поскольку фрукт приводит уровень гемоглобина в норму. Железо, содержащееся во фрукте, играет жизненно важную роль в производстве и поддержании эритроцитов, а также в энергетическом обмене. Тринадцатое. Снимает воспаление в ротовой полости. Киви рекомендуется употреблять людям, страдающим язвами и фурунклами в ротовой полости. Как правило, такое состояние вызывает трудности при употреблении соленой, острой пищи или даже во время питья воды. Тут на помощь опять приходит киви, поскольку в составе фрукта присутствует витамин С, который устраняет воспаление во рту и может значительно улучшить состояние всего за несколько дней. Четырнадцатое. Помогает с усвоением белка. Иногда у организма возникают проблемы с усвоением белка. Зачастую причиной этого становится недостаточное количество ферментов, которые способны расщеплять это вещество. Протеазные ферменты, расщепляющие белки, встречаются в некоторых продуктах, в том числе и в киви. Поэтому регулярное употребление фрукта поможет организму лучше справиться с усвоением белка. Пятнадцатое. Обладает антивозрастными свойствами. Вещества, содержащиеся в киви, призваны бороться со свободными радикалами, тем самым они замедляют наступление старения, возникновение морщин и пигментных пятен. Кроме этого, витамин Е, содержащийся в киви, сохраняет кожу увлажненной. Он участвует в регенерации клеток кожи и делает ее более молодой. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.